Добрый день, уважаемые дамы и господа! В эфире звучат, прошу прощения, знакомые позывные передачи Юрия Гимельфарба «Свободное мнение» и у нас на связи Юрий Гимельфарб и своего гостя Юрий представит сам. Пожалуйста, Юрий, добрый день, здравствуйте, прошу вас. Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, мои дорогие Чикакцы, я приветствую вас и действительно сегодня у нас в гостях замечательный человек. Это прелестный, прекрасный писатель, российский писатель, журналист Андрей Шипилов. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Юрий. Андрей, ну все мы знаем вот эту ситуацию, которая сейчас происходит в России с выборами. Ваша оценка, как вы со стороны можете оценить эту ситуацию с выборами Мосгордуму? Ну, мне не очень понятно, почему все называют этот процесс выборами. Наверное, просто традиционно так, но на самом деле надо понимать, что никакого выбора там нет. Есть люди, которым принадлежит власть в России, как они ее захватили, насколько законно, незаконно, это другой вопрос, в моей точки зрения, не очень законно или незаконно. Ну, вот по факту сейчас власть принадлежит определенным людям, определенным группировкам в России. И она им просто принадлежит по факту, не в результате каких-то демократических процессов. И, соответственно, как-то эту ситуацию с демократическими процессами изменить невозможно. То, что вы называете выборами, это просто придание некой легитимности в глазах международного сообщества. Потому что пока еще Россия включена в какие-то процессы, и она должна, хочет того или не хочет, Российское руководство создавать видимость демократических каких-то процессов. Вот, собственно говоря, то, что вы называете выборами, это просто некий спектакль по приданию видимого, легитимного характера этой власти. Конечно, никаких выборов там нет и быть не может в принципе. Поскольку, подчеркну еще раз, эта власть получена недемократическим путем, и, соответственно, демократическим путем она не может быть неизменена, никогда отрегулирована. Тогда вот у меня вопрос. Вот перед началом так называемых выборов, в кавычках, конечно, это возьмем, был арестован и посажен на 30 суток Алексей Навальный. На четвертый день, после того, как он отбывал свое наказание в спецприемнике, он был, ну, я скажу осторожно, он поступил в 64-ю городскую больницу города Москвы, больнице имени Виноградова, кстати говоря, того самого, которого Сталин причислил к лику врачей-убийца, с признаками отравления. Ну, первый вопрос, ваша оценка, это было отравление, или все-таки это, ну, некая цепь парадоксальных случайностей? Ну, первое, что я могу сказать, в такой ситуации случайностей не бывает, любые случайности закономерны, а вот относительно того, что это было, отравление или покушение, или какие-то имитации, спектакли, варианты разные высказываются, на этот вопрос я сейчас отвечать не буду, потому что у меня нет полной информации, а та обработка той информации, что есть, она еще не завершена. Я просто хочу сказать, что сам этот арест Навального, арест Гудкова, в этом не надо искать никакой подоплеки, еще с советских времен. А они сейчас работают по инструкциям советских времен. Накануне любой опасной ситуации для власти потенциально опасны, все потенциально опасные для власти люди под тем или иным предлогом просто исключаются из общественной жизни. Если я вот сейчас могу вспомнить Олимпиаду 80-го года, когда просто всех потенциальных алкашей, имеющих отношение криминала, проституток, просто взяли и без каких-либо законных оснований вывезли за 101-й километр. Есть четкие инструкции, и менты условно говоря эти инструкции выполняют, даже не задумываясь за тем, надо это или не надо. Вот у них есть списки потенциальных людей, ага, есть события, значит мы должны по тем или иным предлогам этих людей убрать с улицы. Они начинают действовать, в данном случае, какие-то административные дела возбуждают, довольно-таки нелюбиецкий метод. С его автобусом, так называемый, 101-й километр, это было-было-было. Вы абсолютно правы. По данному случаю, тут нет никакой не политической, это просто тупое исполнение инструкции. Я уверен, что даже там никто не отдавал приказа взять и арестовать Навального накануне этого. Потому что все знают, что уже фамилии есть в списке, и просто участковый мент, выполняя инструкции там, ну не участковый, я не знаю, кто это марестовал, просто очередной медицинский начальник невысокого ранга. Просто тупо действует еще по инструкциям советских времен, потому что новых они не написали. Сейчас там некому написать, там нет специальных людей. Они просто работают по старым наказанным технологиям. Невысокого ранга, я не ослышался, невысокого ранга. Невысокого, невысокого ранга, скажем так, это на уровне начальника ОВД. Он, конечно, может спросить, позвонить, сказать, вот у меня тут есть в списке фамилии Навальный, вроде человек публичный, я его по инструкции должен, типа, закрыть на какой-то срок. Можно мне это делать или нельзя? Да-да, конечно, скрывай. Это происходит вот так. А не то, что там начальник звонит, требует посадить. Это уже все заранее решено. Это готовая технология, которая работает сама по себе. Да, относительно таких персон, как Навальный, Гудков, могут запрашиваться какие-то разрешения, поскольку персоны, они публичные, но не неизвестные люди. Их просто берут и все. А как вы вообще оцениваете фигуру Навального? Ну вот я задам вопрос в лоб. Сейчас распространяется такая легенда, ну, версия, хорошо, я другой термин потреблю, версия, что Навальный это креатура Кремля. Вы с этим согласны или нет? Ну, во-первых, начнем с того, что Кремль существует только в глазах массовой публики, то, что называют Кремлем. Там нет какой-то единого вот такого центра. Там есть несколько разных центров между собой, враждующих и конкурирующих довольно-таки сильных. Поэтому говорить о том, что Навальный креатурой Кремля, не уточняя, чьей конкретно он является Кремлем, креатурой, это довольно-таки бессмысленно. Это первый вопрос. Вы спрашиваете мое мнение, у меня тут нет своего мнения, у меня тут есть полная информация, поэтому я, но я не готов информацией делиться. Я скажу так, сформулирую так свою позицию. Я не хотел бы видеть Навального среди будущих политиков России. Я не хотел бы видеть Навального, включенного в какие-то демократические политические процессы. Я не хотел бы видеть Навального в качестве политической силы. Но я приветствую Навального в той роли, которую он выполняет сейчас. В роли этого мотора, который любит общество, который не дает ему уснуть, который вытаскивает на свет всякие нелицеприятные факты о властях. Другой вопрос, кому это выгодно. Но то, что он делает сейчас, Навальный, я оцениваю как хороший необходимый элемент современной общественной жизни. Но если в перспективе замаячить Навальный политик, я буду бороться. Понятно. Тогда вопрос такой. Как известно, на 3, на 10, на 11 августа назначены очередные акции протеста. Как вы считаете, какие перспективы у этих протестов? А что признать под перспективами? Понятное дело, что если вы спрашиваете, изменить ли как-то политическую ситуацию, политический расстав или политическую ситуацию в Москве, повлияет ли это на грядущие так называемые выборы, это очевидно, что этого не будет. Не повлияет, не изменит. Одна перспектива. Другая перспектива? Ну, что будет с теми людьми, которые выйдут на улицы? Тут тоже перспектива понятна. Их не будут гладить по головке, им не будут позволять делать самые невинные вещи, сценарий отработан. Вопрос только в том, насколько это будет жестко происходить и какое количество уголовных дел будет возбудено. перспективы для тех людей, которые организуют эти акции? Я думаю, что да. Возможно, у кого-то из них какие-то перспективы появятся, потому что иногда... Ну, там наверху в Кремле возникает понимание, что иногда проще вместо того, чтобы давить какого-то оппонента, назовем их людей оппонентами оппозиционера, иногда проще ему дать то, что он требует. А требует большинство из них одного. Извините, я скажу, может, кощунственная вещь, с точки зрения немногих, но основная задача большинства представителей современной так называемой российской оппозиции это занять место в государственной пищевой цепочке. Вот их туда не пустили, они таким образом пытаются его занять. Возможно, у кого-то из них это получит. Это регулярно получается. Мы как-то забываем, что, допустим, Яровая, чьи законы стали уже просто мерилом, маразмом, мракобесием, она ведь пришла туда из яблока. Да и Мизунин пришла из яблока. Не только Яровая. И Мизунина. И Мизунина. И Милонов пришел оттуда. И вот вспомните Машу Баронову, которая в мае на Болотной вела в бой своих последователей. Где сейчас Маша Баронова? Она включена в пищевую цепочку. Ее, может, в этих протестах не видим. Так что я думаю, что реально, скорее всего, кому-то из организаторов этих протестных объявлений удастся получить место в пищевой цепочке. Если удастся. Тогда у меня вот какой вопрос. Я с другой стороны подойду к проблеме. А вот ваша оценка поведения нашего сказочного национального лидера. Я что имею в виду? Что горит полтора Израиля или территория Бельгии в Восточной Сибири? 3 миллиона гектар. Я еще раз подчеркиваю. Это полтора Израиля или территория Бельгии. Наводнение на Дальнем Востоке и в Иркутской области. Протестует Москва. Наш национальный лидер в этот момент путешествует на дне в ботискафе. Вот как вы это можете оценить? Знаете, есть такая хорошая пословица. Они по-моему они говорят проблема индейцев шерифу не волнует. Это не какое-то там показательное поведение. Я просто немножко понимаю как это работает. Я немножко понимаю что там происходит. Он действительно не воспринимает это средство. Ну мало ли там утонул. Ну затопило. Ну да. Где-то там. Ну горит тайга. Ну пусть она горит. не лезьте ко мне с такими пустяками. К нему не лезут. Его просто сейчас уже даже не информируют. Даже так? Ну наверное основную канву все-таки передают что где-то там панджары. Ну да. Иногда я понимаю я знаю что иногда сообщить лишнюю деталь нашему сказочному персонажу это может нарабатывать серьезные неприятности. Лучше промолчать. А тогда вопрос Это для него вообще параллельная жизнь. Понимаете? Вот есть моя жизнь какая-то. А это там где-то это дальше чем на Луне все происходит. Ну хорошо. А согласны ли вы с тем что Путин практически потерял власть? То есть он уже не контролирует ситуацию в стране? Знаете это происходит периодически действительно за последний год за последние 12 месяцев возникало несколько ситуаций когда он практически терял власть практически терял влияние но путем скажем так каких-то интриг каких-то помощи со стороны он эту власть себе возвращал поэтому и сейчас на первых этапах осенью информация о таких событиях достаточно легко утекала можно было информацию об этом легко получить то сейчас информационные потоки сверху просто перекрыты люди в администрации президента зачастую не знают что происходит там наверху понимаете в аппарате президента даже так это уже совсем интересно но тогда это подтверждает гипотезу о том что Путин уже практически власть потеряла и ситуацию в стране не контролирует тогда вопрос означает ли это что страна в разнос пошла понимаете вот это немножко разное понятие потерять власть и не контролировать ситуацию в стране то что Путин не контролирует ситуацию в стране он ее не контролирует уже достаточно давно я не знаю вашей передачи или нет но это было еще год назад я еще тогда говорил что понимаете вот сейчас реальная ситуация вмешаться допустим в ситуацию в регионе это было год назад я говорил у Путина была только одна возможность поменять снять государству главу губернатора представителей и поставить другого человека вот конкретно уже что-то сделать более детальное более конкретное более предметное в тот момент уже в тот момент такого возможности не было он мог снять и поставить вот сейчас у него уже далеко не всегда есть такая возможность даже снять и поставить Но это не означает, что он лишился власти. Власть это немножко другое. Потому что он, не имея возможности, скажем так, повлиять на ситуацию в каком-то регионе, он имеет полную возможность утопить этот регион в крови. Это власть. А тогда вопрос. Как говорится, найдутся те, кто нажмут на спусковой крючок? А им уже некуда деваться. Представь, вот если вы читали воспоминания, и об этом многие писали, 18-й год, Питер, революция, красный террор. Первое, что сделал народ, это отлавливали на улицах полицейских и с ними ломались квартиры. Практически вся полиция в крупных городах была перебита. Сейчас ситуация намного более серьезная. Сейчас начнут убивать полицейских, начнут убивать судей, чиновников. И у них нет никакого другого выхода, как держаться за Путина. Потому что никто, кроме текущей власти, их не защитит. Ровно та же ситуация сейчас наблюдается в Венесуэле. Обратите внимание, такой стеной военные полицейские стоят за диктатора Мадуро. Они понимают, что если Мадуро потеряет власть, то их личная безопасность не будет стоить ни гроша. Их просто растерзают. Есть тот же самый эффект. Не в такой степени, как в Венесуэле, но он достаточно уже начинает расти. Ну и тогда неизбежный вопрос. А в ваше видение дальнейшего развития событий, это что? Будут ЛДНР от моря до моря или что-то иное? Знаете, я боюсь, что это будет Гаити. Да, возможно, ЛДНР. Даже так? Да, даже так. Гаити, мне произнеси страшно, что там происходило. Мы все это прекрасно знаем. То есть, по сравнению с Гаити, вот это Лугандони и ДНР, это детский лепет. Да, детский лепет. Но, впрочем, в Лугандони тоже было бы Гаити, если бы не российские войска, не российское присутствие. Но тогда все-таки, ну ладно, я иначе поставлю вопрос о вероятности того, что кровь-то прольется. Знаете, у них огромный запас прочности еще. Они сейчас тратят деньги на подкуп мировой элиты. Тратят очень успешно. Последний год они практически все, что зарабатывают, тратят на подкуп политиков других стран. На подкуп топовых бизнесменов. Их, кстати, тоже можно подкупать. И это мы сейчас прекрасно видим. Мы видим, как голосует ПАСЭ за Россию. Мы видим, как Олимпийский комитет возвращает Россию, несмотря на допинги. Мы видим, как вдруг малайзийское правительство делает заявление, не трогайте Россию, она не причем при крушении Боинга. Да. Да, это все сейчас есть. Это огромный массовый подкуп мировой элиты. Все деньги, которые в России зарабатываются, которые в России украдены, они уже тратятся не на заэкстраничные дворцы, они тратятся на подкуп мировой элиты. И за счет этого режим может еще очень долго простоять. Очень долго, хорошо. Мировой элиты, дестабилизация ситуации в других странах, они будут ее дестабилизировать. Я вижу, что они делают на Кипре. Я понимаю, что если это не остановить, то через несколько лет всем мировым державам будет над Россией. Они утонут в своих внутренних проблемах и не будут с ними справляться. Но этот процесс-то не бесконечен, но деньги-то кончаются. А вот когда кончатся деньги, начнется шантаж. Потому что все политики, которые сейчас идут на адаптации к России, они окажутся амаранами. И, соответственно, ими можно будет очень легко манипулировать. Я вижу, как это на Кипре происходит, и прекрасно понимаю, что все то же самое происходит в других европейских странах. В Штатах немножко сложнее. В Штатах там другие дела. Штаты лучше защищены, чем Европа. Но в Европе ситуация аховая. Ну, вы страшные вещи говорите. А насколько глубоко этот процесс зашел подкупа европейских политиков? Давайте так. Очень глубоко. Понимаете, когда все гадают, с какой целью Россия вошла в Сирию, высказываются разные версии. Но вот мне, сидя на Кипре, мы тут все прекрасно видим с какой-то целью. Это площадка, площадь, через которую осуществляется огромный транзит неконтролируемых криминальных грозов. Без какого-либо государственного контроля. Из Африки в Европу. Из России в Европу. Вы не можете, даже будучи абсолютно монархом, вывезти из своей страны куда-то, скажем так, контейнер с кэшем. Это все равно будет зафиксировано в аэропорте в документах. Но вы можете погрузить этот контейнер на военный самолет, который прилетит на сирийскую базу Хмейним. Оттуда он будет перегружен на подводные лодки. Подводные лодки расплывутся по Средиземному морю. В нужных точках всплывут. Все эти грузы будут перегружены на частные яхты, которые в рыбацкие порты, без документов будут все завозить. Видите, грузы в потоке, вот сейчас все Средиземное море утоплены в этом. Понятно. Андрей, мы сейчас должны... Эксенжи заходятся с тоннами, понимаете, с тоннами. Понятно. Андрей, мы сейчас должны прерваться на короткую рекламу, после которой наши зрители смогут задать свои вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. Господа, мы возвращаемся в программу Юлии Гиммельфарба «Свободное мнение». А в этом сегменте, как вы уже слышали, Юрий и его гости любезно согласились принять ваши звонки и выслушать ваше мнение. Поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона 847-400-5200, задавайте ваши вопросы. Ну, а пока, Юрий, прошу вас. Андрей, тогда у меня неизбежный вопрос. Но ведь мы понимаем, что в любой стране есть свои мерзавцы, есть свои продажные чиновники. Ну, в любой. Но есть и здоровые силы. А страны Запада понимают, с чем они столкнулись или нет? Нет. Знаете, страны Запада, там уже поколение выросло в мире и благополучие. Ни одно поколение. Оно не видели ни войн. Ничего плохого. Поэтому текущее положение дел они воспринимают как нечто естественное. И даже не понимают, что может быть иначе. Они вообще не понимают, что такое Россия. Они вообще не понимают этой опасности. И даже если у них на глазах творятся вещи, которые, скажем так, для меня и для вас, их угроза будет очевидна, они этого не видят. Это беда. Ну, а есть возможность хоть какая-то открыть глаза обществу на Западе? Что происходит вообще? С чем они столкнулись? Знаете, для того, чтобы у кого-то начали открываться глаза, это должно коснуться его лично. Пока это лично не касается государственного чиновника, обывателя. Глаза у них не откроются, потому что так спокойнее, так и не надо выходить из зоны комфорта. К сожалению. Рано или поздно это их, конечно, начнет касаться. Но тогда уже бороться с этим придется существенно. Большими издержками. На порядке большими издержками. Вот сейчас ситуация, когда ее можно еще скорректировать, нивелировать, устранить угрозы относительно небольшими силами. Когда это коснется каждого лично на Западе и Запад начнет реагировать, это будут жертвы, это будет кровь, это уже, к сожалению, легко решиться не сможет. Ну, ситуация та же самая, которая была перед Второй мировой войной, когда, ну, ладно, ну, вошли они в Силезию. Вошли они в Лиза-Салтарингию. Ну, да. Чехословачья, где она там? Ну, кто же, как и Чехословачья, где она там? Ничего страшного, понимаете? Пока не рвануло. Когда рвануло, обошлось миллионами чертов. Если бы Гитлер остановили в тот момент, когда он входил в Лиза-Салтарингию, то, боже, был бы десяток другой жертв. Все бы остановили. Ну, хорошо. Я тогда поставлю вопрос иначе. Мы с вами оба прекрасно понимаем, насколько изношена и развалена российская инфраструктура. Мы также это прекрасно понимаем, сколько на территории России техногенно опасных объектов. Вот в одной из предыдущих передач я рассказывал о том, что произойдет в моей родной Саратовской области, если прорвет дамбу на Балаковской гости. Я просто показал эту цепочку, в результате которой пол Европы превратится в лунный пейзаж. Этого не понимают на Западе. Что дело даже не в том, что Путин двинет танки. Да не двинет он танки. Это все прекрасно понятно. Не нажмет он красную кнопку. Это тоже всем прекрасно понятно. Но тут и без красной кнопки. Они что, не понимают, сколько техногенно опасных объектов скопилось на территории России? И вот неужели вот эта ситуация в Сибири с пожарами, от которой сейчас задыхается уже и Монголия, и Китай, и Казахстан, и Северная Поволжья, и уже до Москвы доходит эта гарь. Они что, этого не понимают? Ну, сейчас на фоне пожаров кое-чего, кое-что не поняли. Но если это понимание не будет подкреплено следующим событием, оно уйдет и рассосется. Так уже бывало. Поэтому я сейчас молюсь, чтобы следом за наводнениями и пожарами, чтобы следом за пожарами еще чего-то рванулось, чтобы это нарастало, чтобы мир наконец посмотрел, а что там творится-то в этой странной России, если... Да, мир сейчас стал реагировать на пожары. Я думаю, что тушить их начали после того, как на Путина было оказано давление на уровне глав государства. Это единственная причина, по которой пожары вдруг начали тушить и резко. Но если вслед за этими пожарами ничего не произойдет, то эта тревога, она рассосется и уйдет снова. Надо, чтобы еще чего-то происходило. Чтобы Европа, чтобы США пребывали в напряжении. Вот мы сейчас говорим, мы с вами ведем беседу для аудитории американской радиостанции. Русской аудитории. Русская аудитория еще может понять, о чем идет речь. Но у каждого американские соседи. Вот если сейчас каждый наш слушатель проникнется тревогой и пойдет теребить своих американских соседей, пытаясь им эту тревогу внушить, они заранее знают, что у них ничего не получится. Мне не надо это объяснять. Мы живем среди этого. Но дело-то в том, хорошо, неужели Чернобыль ничему Запад не научил? Неужели катастрофа на предприятии «Маяк», которая произошла несколько лет назад, по-моему, два года назад, в результате которой пол Европы накрыла радиоактивное облако, это ничему не научило? Вот они что? Вот хорошо, но вот эта катастрофа с лошариком. Вот то, что сейчас норвежцы обнаружили на дне Северного моря, что на месте затопления подводной лодки «Комсомолец» там радиация в сто раз превышает норму. Это ничему не научило? Знаете, для специалиста это не есть тревогный признак по радиоактивному заранее. Потому что и в сто, и в тысячу раз превышение нормы на дне моря – это не опасно. Тут другой есть момент, который очень важен. Дело в том, что Запад прекрасно помнит, с какими героическими усилиями Советский Союз ликвидировал эту техногенную катастрофу, этот Чернобыль. Они помнят, что да, что благодаря усилиям героическим советских людей, последствия катастрофы были минимизированы. И они думают, что и в этот раз будет также случиться такая катастрофа. А так не будет. Понимаете, в фильме «Чернобыль», если вы смотрели этот сериал, там до какого-то определенного момента все отмахиваются. Горбачев отмахивается, Щербина отмахивается. Ну да, что-то там рванут. А потом осознают через 12 или 14 часов и начинают принимать активные меры. Вот если это случилось бы сейчас, то отмахивались бы до того момента, пока Европа не превратилась бы в безжизненную пустыню. То есть вообще бы ничего не делали, если бы это случилось сейчас. Поэтому, когда вы говорите о техногенной катастрофе, да, техногенные катастрофы будут. Они неизбежны. И последствия их будут катастрофические. И никто их не будет устранять. Как же не устраняли эти пожары. До того, как Путина не стали звонить главу государства. Но я вот опять же возвращаюсь к моей родной Саратовской области. Я ведь не случайно сказал про техногенные катастрофы. Я прошу прощения у наших уважаемых зрителей, но я вынужден повторить то, что повторю. Сейчас я в третий раз это повторю. Если прорывает Палаховскую ГЭС, пойдет волна высотой 14 метров. На повороте русла реки она снизится до 9 метров, но это ничего не значит. Дело в том, что это неизбежно вызовет катастрофу на Саратовском нефтеперегонном заводе, который находится ниже по Волге. Бог с ней даже с тем, что это будет 1 тысячкубовая емкость с нефтью выльется в Волгоградское водохранилище. Проблема в том, что это вызовет пожар. Рядом, менее чем в 3 километрах от нефтеперегонного завода, находится химкомбинат завода Торксинтез. Это повторение катастрофы Бхапал. А менее чем в 8 километрах от этого объекта находится такое милое заведение, Институт Микроб, где в советские времена разрабатывали бактериологическое оружие. Там собраны штаммы опаснейших вирусов. Вы понимаете, что может произойти, если это случится, не дай бог? А тем более в Саратове улицы узкие, народ ломанется на машинах из города, там никакая пожарная охрана не проедет. Вы понимаете, что это может произойти, дорогие американцы, дорогие европейцы? Я вот просто это говорю. Вот мне странно, что люди вот этого не понимают. Это одна Саратовская область. Одна. А сколько таких областей? Да, вы правы. Если не в Саратове, где-нибудь еще рванет обязательно. Просто потому, что... Вот вы сейчас ведете этот репортаж. Не из России. Да. Я вам отвечаю. Не из России. Все, кто хоть что-то из себя представлял, все, кто хоть является хоть каким-то специалистом, все, у кого есть мозги, все хоть что-то мог, давно покинули Россию. Либо сидят. Там просто некому решать эти проблемы. Они решаться не будут. Вот я сегодня просматривал свою старую запись, и я увидел, что в 2014 году я написал, что через 10 лет каждого третьего, кто читает, эти строки не будет живых. И умрет они своей смертью. Сейчас я вижу, что мой прогноз, к сожалению, становится все более и более реальным. Я думаю, что мир сейчас заживает последние спокойные годы. Даже так? Да. А тогда ваш прогноз. Что вы понимаете под... Не, я перевернул вопрос. Не под неспокойными годами. Это война, последствия техногенных катастроф, или это гражданские конфликты. Что именно? Я не знаю. Это может быть все, что угодно. Знаете, какая ситуация можно упадать? Вот сейчас сидят напротив друг друга. Знаете, вот как... Такой был очень милый фильм. Высокий был один. В черном ботинке, французский. Вот там такой эпизод, когда четыре специалиста спецслужб стоят, направив друг на друга на себя, друг на друга пистолеты. Держит пальцы, в этот момент там чего-то щелкает. В них непроизвольно сжимаются кульки, они все валятся, кроме одного. Вот сейчас ситуация, когда не четыре, а четыре сотни по всему миру стоят в людей с этими сведенными оружиями. Вопрос только в том, как будет развиваться событие, кому из них сядет на нос пылинка, из-за которой он чихнет. Чихнет один, будет ядерная война мировая. Чихнет другой, и будут их многимные катастрофы. Что-нибудь обязательно будет. Но что именно, это зависит от того, на чей нос сядет пылинка. Это процесс мы не контролируем. То есть вы считаете, что мы сейчас вступили в эпоху черного лебедя Насима Талиба, когда любая пылинка, любой чих, любой, я не знаю что, может изменить всю историю человечества? Либо изменить, либо прекратить ее. Даже так? Даже так. Но, вы знаете, я все-таки, наверное, оптимист, но неужели в мире нет здоровых сил, которые это понимают? Ну вот мы с вами беседуем. Я считаю, что мы с вами здоровые силы. Но из-за того, что мы понимаем с вами это. Тогда я по-другому поставлю вопрос. Меня довольно часто спрашивают, а вот если Путин, ну он же уже не молодой человек, если Путин в результате естественных причин отойдет в мир иной, это что-то изменит? Я думаю, что это усугубит ситуацию. Что вы имеете ввиду? Ну, Путин сейчас это некий замковый камень, на котором держится очень сильно враждующими за собой кирпичи российской элиты. Если из рамкового камня из купола убрать, купол обрушится. При обрушении куполы всегда бывают жертвы. Понимаете, если кто-то думает, что вот Путин умер и все, благодаря этому и справилась, то не будет этого. надо понимать, что у власти в России находится жесточайший криминал, настоящий криминал. Реальные бандиты это не аллегория, это не еперболы, это не преувеличение. Люди без малейших моральных принципов, люди абсолютно без тормозов, каждый из которых единственное, что понимает сейчас, есть некое у него понимание, что я цел, потому что мы между собой соблюдаем какие-то там условные договоренности по понятиям. Поэтому более-менее ситуация стабильная. Мы уже дошли до такой ситуации, что дальше воевать открыто нельзя, поэтому мы скрипя зубы, держимся, ну и выбивание не только Путина, а любого из этой цепочки, не знаю, там, уберите, Сечина, уберите, я не буду звать фамилий, уберите любого системообразующего человека, оттуда вы дернете, произойдет взрыв. Ну хорошо, но ладно, я тогда задам вопрос о России. Они что, не понимают, что такое ядерное оружие? Они что, не понимают, что такое химическое оружие? Они что, не понимают, что такое техногенные катастрофы? Я подтвержу свои словами одной простой вещью. Вот в Москве сейчас строят восьмиполосную хорду, так называемая юго-восточная хорда. Там, как выясняется, в 250 раз превышен радиационный уровень. Москва. Москва. Москва, подчеркиваю, это не какая-то там деревня Соплевка. Это Москва. Это рядом с ними. Они же там живут. Они этого не понимают? они понимают, в чем дело. Этот народ настолько часто обманывали, что он уже ничему не верит. Когда ему говорят, что вот у тебя тут фонит, он думает, а с какой целью они мне врут насчет того, что фонит, как они пытаются меня обмануть, как они будут наживаться. Нет, 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 я имел ввиду элиту. Элита живет в Москве. Элита вот, она там не живет. Она там вахтовым методом пролетает присутствовать. Живет она здесь. Езжайте в гости, пройдемся по берегу, я вам покажу всех особняки. живут они здесь. Все наше российское руководство имеет гражданство других стран. И большую часть времени оно проводит не в России. Ну, второй эшелон я готов допустить. там, да, вот, Соловьев, я имею ввиду Владимира Рудольфовича Соловьева, у него гражданство Италии, там, и другие тоже, вот, сын Мизулиной, он гражданин Бельгии, это можно долго перечислять, но высший эшелон, я имею ввиду Шойгу, Патрушев, Сечин, Путин сам. Путин живет в Сочи. А Патрушев, Сечин? Не думаю, чтобы они жили в Москве, понимаете. Я не знаю, где живет Патрушев, даже пытаться не буду узнавать, это небезопасно. но, конечно, живет не в Москве, и даже не на Рублевке, поверьте мне. Это интересно. Тогда, вы знаете, у меня тогда неизбежный вопрос уже в заключении, ну хорошо. А вот такие персонажи, как Золотов, которые исполняют эти приказы, Колокольцев, Чайка, они-то неужели не понимают, что расправляться-то будут с ними? Они рассчитывают, что когда начнут расправляться, они успеют удриснуть в любую город. Думаете, успеют? Думаю, да. Они узнают ситуацию с подконтролями немного раньше, чем мы с вами. Ну хорошо. Ну, то есть иными словами, правильно ли я понимаю, что они намерены закрыть проект Российской Федерации. Он им не интересен. Нет, он им интересен, понимаете, они сейчас уже к нему привязаны, к этому проекту. Его существование в какой-то мере гарантия их безопасности, поскольку они существуют, пока существует этот проект. Вы пытаетесь сейчас сделать так, чтобы я предсказал, какой будет ход развития событий, я его предсказать не могу. Я могу сказать только, что будет плохо. Как именно? Каким образом? Ну, можно посмотреть на примере той же, той же самой Украины, когда вся украинская элита во время Майдана успела исчезнуть, успела слинять. Но успел слинять Янукович. И тут важно, ему было куда линять. А тот же Медведчук сейчас, например, спокойно существует в высших эшелонах власти Украины. Ну, в какой-то мере он и есть, в части высшего эшелона власти Украины. Но вы понимаете, об Украине говорить это совсем другие вещи. Там совсем другая реальность. И с российским она не совпадает. Если говорить об Украине, это лучше делать отдельно. Но что касается России, то всем, начиная, скажем, как ниже уровня замминистра, будет очень плохо. Зарк придется по ним. А самые верхние, они, конечно, им есть куда линять. Не зря же Путин так дрожит с китайцами, с теми же самыми, понимаете. Есть в конце концов Латинская Америка, есть острова в Тихом океане, да, я соглашусь, но тогда, Андрей, у меня в заключении вопрос, а как вы считаете, будет когда-нибудь прекрасная Россия будущего? Нет. Ну, давайте так, поспорим о терминологии, что будем называть Россией. Я вполне допускаю, что там в пределах МКАД возникнет какая-нибудь высокоразвитая республика по типу Гонконга, экономически развитая. Но когда мы говорим о том огромном пространстве, которое сейчас называется Россией, нет, конечно, этого никогда не будет, уже потому, что даже сейчас ведемой России не существует, на отдельных ее странах, на отдельных ее кусках уже собственные законодательства, собственные правила игры, Чечня не Россия, Татарстан не Россия, и, пожалуй, все, что за Уралом, это тоже уже не Россия. Понятно. Андрей, к сожалению, наша передача подошла к концу. Огромное вам спасибо за замечательную, хотя и не скрою, шокирующую беседу. Спасибо. Я буду счастлив, если я окажусь неправым. Понимаете? Я, честно говоря, тоже буду счастлив, если вы окажетесь неправым, но, как говорят, пессимисты это хорошо информированный оптимист. Мы с вами информированы лучше, чем большая часть населения. Это так. Да, вы правы. Спасибо вам большое, Андрей. Дорогие друзья, но я, как всегда, напоминаю, выводы дел только вам. До встречи.